Добрый вечер. Я бы вот с чего хотел начать. Городу первых три года, и можно ли уже подвести, может быть, какие-то итоги деятельности? Что самое главное удалось сделать? Каков главный итог, на твой взгляд? Три года – это вообще, в принципе, огромное количество дней, и, наверное, поэтому количество тех мероприятий, которые у нас уже смогли реализоваться за это время, можно сказать, перешагнуло за важную для нас черту 250 мероприятий. Причем это были и небольшие какие-то классные эко-уроки, и такие… Классные в школах. Да, имеется в виду, что в школах. И какие-то грандиозные проекты, как, например, «Чистая часовая Россия», которая объединила волонтеров со всей Свердловской области. И, соответственно, вот уже можно сказать, даже количество тех мероприятий, которые были реализованы, для нас это уже показатель. Ну и, конечно же, это волонтеры. То есть сейчас это, грубо говоря, постоянных участников 60 человек, но количество тех людей, которые принимали так или иначе участие в наших мероприятиях, уже превысило цифру в 15 тысяч человек. И, ну, это очень круто. То есть это говорит о том, что мы не делаем все зря, и экология набирает обороты, и все больше людей приобщаются действительно и к здоровому, и к чистому образу жизни. — Экологичному образу жизни, да. Волонтеры ведь еще нужны вам, наверное? — Конечно. Руки никогда лишними не бывают. — Какие-то требования вообще вы к ним предъявляете, что вот волонтерам должен быть таким-то? — На самом деле, даже если посмотреть на наших постоянных активистов, никаких конкретных требований к волонтерам нет. То есть ни возрастных, ни в качестве профессии, увлечений. То есть это те люди, которые хотели бы помогать, в том числе окружающей среде, помогать кому-то. Потому что помимо каких-то экологических мероприятий, экологических акций, у нас еще очень часто бывают мероприятия именно благотворительной направленности. Например, как снеговики, добряки, когда мы детям с инвалидностью вручали подарки перед Новым годом. Либо это помощь приюту для бездомных животных. Это действительно, ну это уже как настоящее движение, объединяющее людей, неравнодушных вообще, в принципе, ко всему, что окружает. Это и природа, это и люди, это и животные и так далее. У нас есть волонтеры от пяти лет, есть совсем взрослые волонтеры, серебряные волонтеры. Как всегда превалируют у нас в основном, конечно же, прекрасные женщины, но есть и мужчины. Понятное дело, что часто нужен бывает такой физический труд, но даже несмотря на это в наших мероприятиях принимают участие и люди с ограниченными возможностями здоровья. И это очень круто, потому что помимо каких-то вот таких экологических акций или акций около экологических, есть еще возможность действительно познакомиться с людьми, которые будут близки к тебе по духу и обзавестись с друзьями. Вот по поводу экологических, около экологических акций. Традиционная, например, утилизация. Это вы будете продолжать? Конечно. То есть все те мероприятия, которые уже знают жители нашего города и опять же жители региона в целом, они все будут продолжаться. То есть сейчас вновь нас поддерживает по НТЗТ МК, наше начинание. И те мероприятия, которые даже не получат, например, президентскую поддержку, мы вновь подали несколько проектов на президентский грант, они все равно состоятся. То есть речь идет о чисточасовой России, причем мы решили оставить ее в таких же масштабах. То есть, например, те самые шесть этапов, уже известные всем с прошлого года, они точно так же будут реализованы. Мы будем прибираться на шести разных отрезках на реке Чусовой. Точно так же привлекая волонтеров не только из Первоурайска, но и из Ревды, Екатеринбурга и Нижнего Тегила. Вновь продолжатся наши акции по поддержке привета для бездомных животных, утилизация, в том числе и дармарки, и вообще все те наши начинания, которые касаются раздельного сбора отходов. Потому что за этим будущее. Сейчас, да, мы пытаемся идти и с экологическим фондом, и вообще с общероссийским и общемировым трендом в ногу. Потому что, действительно, за переработкой будущее, то количество отходов, которые складируются, грубо говоря, нами, это уже выходит, к сожалению, за рамки. Необходимо давать вторую жизнь вещам, которые нас окружают, иначе мы можем оказаться в один прекрасный момент без ресурсов, но зато с огромным количеством помоек. В связи с этим хотел бы спросить о каких-то новых задумках, новых проектах, которые вы, может быть, планируете реализовать. Да, такие проекты есть. И в данный момент мы работаем над, можно сказать, масштабным проектом. Это совместный проект экологического фонда администрации Первоурайской, города первых. Будет он нацелен именно на воспитание и приверженность к использованию вещей вторично. Но пока это, действительно, небольшой секрет, в том числе и для наших жителей. Но хочу сказать, что таких проектов в нашей области всего один, и он в Екатеринбурге. Поэтому Первоурайск станет, можно сказать, таким экспериментом именно в плане моногородов. И мы надеемся, что у нас все получится. В любом случае, это уже станет общедоступным и общеизвестным в конце июня. Тему раздельного мусора, сбора мусора мы сейчас затронули. Первоурайский ведь проходил такой эксперимент, и сейчас он идет, продолжается. Все-таки, как бы ты его охарактеризовал? Много людей сортируют мусор, немного, или все-таки есть такая позиция, что мы платим куда-то, и зачем нам самим еще что-то делать? Ты знаешь, это может показаться забавным, но Первоурайские экологи, после того, как эти новые баки были установлены, периодически, проходя мимо контейнерных площадок, специально заглядывают в новые синие баки. Я не исключение, мне потому что интересно самому, на моей контейнерной площадке пока не установлен такой бак, да, для раздельного сбора, но, тем не менее, есть, во-первых, сетка для сбора пластика, а во-вторых, обещают, что и по всему городу, на всех площадках, где еще не появились синие баки, они будут установлены. Так вот, я заглядывал в эти баки, и приятно осознавать, что там пока немного, но действительно там вторсырье. То есть, те люди, которые пока еще, возможно, не сортируют дома отходы, они и не скидывают в синие баки, там, какую-то органику, например, очистки, да, там, после картофеля, тем самым не загрязняют то вторсырье, которое туда приносят другие жители, которые занимаются раздельным сбором дома. И я думаю, что вот раздельный сбор отходов, он с этого момента будет только набирать обороты. Почему? Ну, потому что, во-первых, это действительно уже такой, как я сказал, экологический тренд, и вообще общий мировой тренд, когда этому учат в школах самого маленького возраста, и дети потом через себя, да, через свое вот это вот мироощущение передают это взрослым. Такие уроки по экологии. Да, и мы в том числе проводим, вот опять же, да, экологические уроки, рассказывая детям, зачем сортировать отходы и почему это может спасти планету. А дети, это, ну, действительно, это зеркало, ну, в какой-то степени взрослых. Они даже, может быть, дают пример взрослым, заставляя их тоже переходить на раздельный сбор отходов, подавая им пример. Ну, и это очень такой крутой тренд, потому что, действительно, вот не все, что мы отправляем в мусорное ведро, можно отправить на полигон, сжечь там, да, а дать вторую жизнь. Стекло, металл, пластик, бумага, все это можно переработать, использовать неоднократно, тем самым уменьшая свое потребление. Ну, и вот, кстати, что касается тоже про потребление, да, мы должны и себя воспитывать, потому что, например, да, неограниченное использование полиэтиленовых пакетов влечет, соответственно, их многократное, да, там, производство, которое потом будет разлагаться неизвестно сколько в окружающей среде. Но, если вы заменяете на экологические многоразовые мешочки, то, соответственно, вы уже меньше урон наносите окружающей среде. И этому мы тоже учим на протяжении всех трех лет. А войска? А войска. Это может быть эко-мешочек, причем наша активистка Светлана Ржанникова, она учит людей шить вот такие вот, да, многоразовые мешочки или эко-бахилы, которые можно постирать и заново использовать вместо, например, тех бахил из полиэтилена, которые мы просто выбрасываем. Хорошо. Спасибо, Даня, тебе за беседу. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя, берегите природу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова